и снова здравствуйте всем привет и так скачал я крокодила и что тут опять у меня какие-то сбои идут между 293 30 вот тут все опять сбилось хотя все на 30 привязано это шиздец и так крокодил 3.0 смотрим что тут да как здесь нормально на 293 какой-то гон не знаю что такое нестыковка между тройкой 293 версии никогда такого не было но чаще стал сидеть в тройке и получается 280 у меня начало гнать по полной я уже и переустанавливал все только не делал и с обезьяной такая же штука по ходу из-за какого-то сбоя так давайте шифт а смотрите я открываю м пить открываю м ки настройку так давайте я и сейчас сделаю с попробую подгрузить сюда какую-нибудь картинку с рабочего стола а загрузок у меня вот это дело не работало вылетала так м панель скрипт доски и значит 293 надо удалить и работать или 293 оставь остаться или в 3.0 это версии иначе у меня тут какие-то идут глюки если у кого-то точно так же пожалуйста напишите тройка на нампаде вот эту картинку вот эту гифку я скачал значит под моделью для скачивания она 3d максовая а вот это fbx и по моему это один и тот же крокодил так как покажу как вставлять кости оставлю ссылку в описании на ролик делать некогда крокодила вот пришлось скачать чтобы значит сделать анимацию так что еще на нампаде наверное этого бока делать по 3 на нампаде это дело все попало так подниму как выше так включаем косточки включаем видимость так это просмотр настроено здесь очень все просто просто на инвер скинематик и открывание пасти таймлайн вытаскиваем значит ставим на первый кадр смотрим как это все дело все мало кадров это две секунды я в этот прокиду как он программу в который делал монтаж из гифмов и получается там где-то две этот вот бросок значит тройка на нампаде выпрямляем р гости и ну короче выпрямляем а новая кость приподнимается у вас и значит у нас подняты только на нампаде и пасть открыта до рыбалка этого нет давайте будет а не там возможно модель чуть-чуть другая вопроса так хвост перекручиваем в эту сторону да в ту сторону закручиваем а и вот появился на локрот на обезьяне локрот этого не было значит он не двигается почему-то на десятом кадре на десятом кадре он закрывает пасть так его перекручивается он ложится хвост опустим по моему выравниваем так вот там нампаде я делал для хвоста значит каждую вторую косточку значит каждую вторую косточку это я буду выпрямлять так тройка на нампаде перекручиваем немножко вот эту душу и желательно ее наверное потом как-то отключить подсоединить можно было отдельно поднимать и уводить так а ты до пропискал если он не заметен кадры давайте поближе да вот здесь хвост напрямляется на седьмом кадре все понятно сейчас повторим на седьмом кадре голова еще вверху рот приоткрыт хвост значит уже вторая кость р равная вторая кость ровная и вот эту кость потом заведем туда так здесь вот он так и здесь он должен податься назад вот так а ну-ка так и да а вот здесь он должен прогнуться так попробуем я не знаю как это все дело чтобы его изогнуть красиво так так р и вот эту часть значит р эту часть тоже р а эту чуть чуть поменьше чтобы появился вот этот горб а голова голова тогда р выравнивается во а и о крот вот она появилась вот эта дверушка так теперь на двенадцатом кадре так а что он делает вот давайте пятнадцатый повторим а там если что подводим этот кадр так теперь значит и прогибаем спину так а у крокодила то открывается верхняя челюсть наверно а и ну да у него же нижняя ага нижняя непоколюбима значит р открываем вверху с верхнюю вот эту цель и выравним бошку вот так вот вот так хвост возвращается назад да вверху это на нампаде так второй кадр вторая часть вводим вводим вот только на нампаде здесь все нормально ноги вытянутые идет посадка на москву, так, вот эта кость тоже должна прогреться, когда вот эта кость немножко выровнится, вот эта часть булгур, он сам как бы придает вот этот весь вид, а и вокруг, а ну-ка смотри. Здесь он должен приподняться, R и загнуться, рот должен закрыть, так, и здесь еще больший изгиб, больший изгиб, вот так вот. Я так все это дело представляю, там возможно голова-то будет огромная, но я по-другому все сделаю с изгибом. Так, и вокруг, так, позу становится раз, а у него это отсоединена часть. Закрою пасть, значит тазовую кость перекрутим, чтобы прослабуха была полная. так, хвост, хвост потом сделаю. Так, это значит А и вокруг. Так, и на восемнадцатом кадре голова, значит, еще вверху. Рот уже закрыт. Так, это значит R и все уложится. А, и вокруг. Так, а вот здесь рот открыт. И он закрывается, щелкает очень быстро. Так, так, но голова, так, вот эту часть нельзя открывать, она же у него неподвижна. Значит, это вот так. Вот. А, и вокруг. Вот. А ну-ка сворим сверху. О, вот здесь косяк идет. Косяк в чем? Я думаю, что вот эта часть должна быть еще назад вот так уйти. вот перекрутиться. Косяк на нампаде. И вот эта бошка. Так. Вот эта бошка должна ровно смотреть. А, и вокруг. Так. И нога. Вот на пятнадцатом кадре вот эта нога G. уходит назад. Перекрутку, значит, голени, чтобы движуха создалась. Так. Что еще тут не так? Так. Вот это. Лапочек перекрутим. И локот. Так. Тридцатый, тридцать пятый. На тридцать пятом все заканчивается. На тридцать пятый SSD копируем первый кадр. Ставим тридцать пять кадров в секунду. Так. Здесь он тройка на нампаде закрывает рут. Так. Здесь он уходит назад. И зодей на 색. пропишем сейчас вот именно вот эту позу здесь вот у него приоткрытый а вот здесь рот должен быть чуть-чуть еще закрыт а, и вокруг так, что еще здесь не хватает вот здесь значит у нас перекручиваются ключицы вот эти ключицы нет нога так, что-то на это лапа жиленько работает а это что-то напряжен так, и получается, что здесь нужно R положить еще ниже вот эту вот вот эту вот часть позвоночника а и окро здесь у нас хвост семерка на нампаде значит ровный выберем косточки хвоста вот эти найдем где у нас ровный хвост это вот десятый кадр 6D и копируем его на 32 пока не прописываем ничего и смотрим где у нас еще ровный хвост ровный хвост у нас значит 6D на 25 кадре и маленькая кубочка покажем на 20-ом круглый хвост и получается что получается что на 20-ом на 20-ом на 20-ом на 20-ом так стройка на нампады копируем вот этот хвост 6D на первый кадр и 6D на первый кадр смотрим что так здесь 6D на 18-ый кадр 7D на 17-ый о почему это не есть хорошо так это значит L положим получается I в крот без А 7D значит сюда 7D и где он должен короче вязать я его как на первом кадре на про е вот такая штукенция здесь он должен R больше быть получается и блок рот здесь чуть-чуть его подправим R и блок рот и вот эту на первый кадр так а здесь он не движется значит этот кадр еще поближе к этому кадру на 5 G пардонки а а G на 5 кадр здесь он тоже замер а ты в в как ты как не 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 Ну, здесь у меня лапа чуть-чуть, значит, теперь должна подняться выше и идти назад, немножко ниже, чуть-чуть назад и лок-рот. Теперь выбираем вот эту всю клешню и смотрим, где он тут, вот он еще в бой у него идет, значит, выделяем подправленный кадр, CFD на 20-й. CFD на 25-й. Ну, а тут уже лапа нормальная. Так, что тут? Ничего не так. Так, тройка на нападе, единицы на нападе. Ну, вроде это все нормально, предплечья стоят. Все нормально, все пойдет. Убираем кости, смотрим. Так, а здесь что у нас? Ну, вот та же самая движуха и замирание. Здесь лапа задней, все нормально. Единственное, что можно вот эту ключицу поднять. Так. А, и лок-рот. Выбираем вот эту лапу полностью. Можно выбрать одну косточку, и днемся на нападе. Выбираем кадр, нужный для замены. Смотрим, как тут все это дело двигается. Режем. ШСД. ШСД на 17-й кадр. До чего это делаю? Я, короче, возможно, несимметричный вот этот. Невозможно, он, короче, несимметричный вот этот крокодил. Поведенный. И поэтому вот такая штукенца получается. Так, здесь что у нас? А, вот она еще. Р. Так, там это та перекрутка. Так, здесь если уменьшаю, уменьшается и кость. Так, это так. Это чуть поближе к телу. Ключицу можно, значит, G теперь вперед подать. Эту тоже вот как бы подровнять. Так, это значит R. Вот так уже будет получше. А, и лок-рот. А, и лок-рот. ШСД на 20-й кадр. Тридцать четвертый ШСД. И сюда, значит, ШСД тоже. Ну, чтобы плавки уже под одним углом были, меньше дерганий было. И тогда получается 35-й ШСД на 1-й. И так же на 5-й ШСД. Почему? Потому что это самый кадр. Вот. Все подправилось. Все нормально. Смотрим. Красавчик. Теперь нужно обезьяну сюда, ну как, подставить. И попробовать обезьяне сделать анимашку. Так. И вот еще косяк. Это, значит, связанный с хвостом ШСД на 1-й кадр и ШСД на 5-й. Ага. А где ты тут вот там? Опа. Вот он провалился. Давайте опять ШСД. Корректируем. Вот. Все. Словом анимация готова. И тут можно еще на будущее отвязать какие-то, значит, кости. Именно вот поделить персонажа переднюю часть отсоединить отдельно, хвост с жопой отдельно оставить и грудину вот эту оставить отдельно. Для чего? Чтобы можно было как-то растягивать там более, как перепады делать телу. Это я тоже потом попробую подправить, показать. Ну, вот лапы на месте стоят, да? Тут можно еще заставить, ну, допустим, где вот он, ага. Вот здесь вот могут лапы чуть-чуть идти как к телу, а потом при рывке выброситься, ну, как бы то-то. Ну, или чуть-чуть их как бы заставить двигаться. Вот сейчас еще покажу момент. Допустим, вот здесь идет вонг. Вот здесь идет прикус, только на нампаде. Выделяем только кости управляющей ног. И чуть-чуть лапу подаем вперед. А, и лак рот. Так, потом выбираем вот эти управляющие кости. И с шеи в Д, чтобы была задержка какая-то. Ставим эти лапы на двадцатый кадр в прописку. Так, а на двадцатом кадре, значит, раз он лапы тянет к себе, чуть-чуть можно подсогнуть вот эти вот кости руки лапы. Подписать АТОКРОД. так можно еще одну как бы приподнять разные варианты показывать лапами можно делать подскок и короче одну лапу отвести назад вот здесь на этом моменте вот эта лапа должна R перекрутиться и G уйти чуть-чуть назад вот так вот и чуть-чуть приподняться а и блок рот и что получается у нас вот загну чуть-чуть не проблема выбираем всю вот эту ногу копируем один кадр с FD чуть-чуть на 25 вот нормально уже и эта лапа движется по песку чуть резковато конечно ну надо поменьше тоже сделать амплитуду так так чуть-чуть их вот так поменьше амплитуду амплитуду так и вот здесь еще что можно сделать поднять вот этот из этого крокодила так наоборот ctrl z ctrl z зопа лежит а получается поднимается вот эта часть это значит R эта часть сгибается полукром так и вот эта часть R сгибается ниже а и блок рот вот так больше будет движухи на ну да у него вес башки-то тяжелый лапа по-любому должна чуть-чуть как беда дергаться не должна быть капана прям мягкая ну такие вот вот такой результат все всем пока до свидания